Сотрудники полиции на въезде в Ярослав задержали и обыскали машину, личные вещи заместителя мэра Дмитрия Донского и советника градоначальника Алексея Лопатина. Оба возвращались из Москвы с международной выставки. Обыск прошел в присутствии адвоката и занял три часа. Ничего криминального не нашли. По словам сотрудников правоохранительных органов, к ним поступила информация, что в машине якобы везут фальшивые деньги, которые, впрочем, так и не нашли. Остается только гадать, откуда пришла информация. Приехала следственная группа и начала методично осматривать сначала салон, а потом багажник и содержимое наших сумок, вплоть до носков, трусов и всего прочего. То есть все вынимали, перетряхивали, каждую вещь. Как сказали нам сотрудники органов внутренних дел, была ориентировка на нашу машину, что якобы у нас находятся вещи, запрещенные к обороту, а именно фальшивые деньги. Я думаю, что это некая попытка оказать на меня давление, примерно такая же, которая была связана с осенне-зимним эпизодом, с подозреванием меня якобы в коррупции. После чего мне пришлось идти, естественно, в суд. И суд меня поддержал в Ленинске, признал полностью законными мои действия. Ситуацию с обыском машины заместителя мэра прокомментировал адвокат Александр Толянин. Стоит на обочине машина мэри, в которой находятся зам мэра Донсков Дмитрий Александрович и советник мэра Лопатин. Сзади стоят две патрульные машины ГИБДД. По их мнению, машина мэрская была остановлена из-за подозрения на то, что в ней находятся предметы, изъятые из оборота. Был очень подробный досмотр, мы были в этом заинтересованы не меньше, чем оперативно-следственная группа, чтобы потом не было разговоров о том, что мы что-то утаили, что-то спрятали, что-то не дали им посмотреть. Смотрели, следователь смотрела все, что хотела, все, что считала нужным. Я думаю, для всех понятно, что это могут досмотреть мою, вашу машину, в связи с ошибкой в объекте досмотра. Но когда осматривают служебную машину мэрии в городе Ярославле, и машина мэрии города Ярославля, лица, которые в ней находятся, едут с командировки, представляются, показывают документы, водитель также показывает документы. Тем не менее, не извиняются, а говорят, да, именно вы нам и нужны, именно вас мы и будем досматривать. То есть совершенно нетипично. Ну, вели себя корректно, что сотрудники ГИБДД, что и приехавшая следственная оперативная группа, все ссылались на некую ориентировку на данный автомобиль, по другим сведениям, на лиц, которые находятся в данном автомобиле. Эту ориентировку нам не показывали, мы на конфликт не шли, мы сотрудничали в данном случае со следственной бригадой, показывали все, что, и делали все, что не просили. То есть, если первоначально нам пояснили, что ищут некий предмет, изъятый из оборота, потом уточнили про деньги. Да, искали деньги. Ничего не нашли, ничего подозрительного обнаружено и изъято не было.